Всем доброго времени суток. Сегодняшнее краткое видео предназначено по большей части тем, кто стримы не смотрит, но все же таки про игру пару слов хотелось сказать. Намедни, вот как раз на стриме прошел игрушку под названием Марсупилами Хубадвенчер. Для начала надо конечно ставить пару слов насчет того, что такое вообще это Марсупилами. Это персонаж одноименного французского комикса 50-60-х годов. Довольно кстати популярного у себя на родине. Да и не только на родине, в Бельгии вон например постамет поставили. Он конечно не так популярный, как Астриикс в качестве примера, но все же этого было достаточно, чтобы получить несколько экранизаций. Было два мультсериала и один игровой фильм. Правда фильм настолько отвратный, что я не рекомендую его смотреть вообще никому. Я конечно понимаю, что у французов свое понятие юмора, разные культуры, все дела, но лично я не выдержал досмотреть фильм до конца, настолько он противный. А он еще кстати позиционируется как семейный. Но я че-то отвлекся от темы. Несмотря на популярность, игр про этого Марсупилами, эдакую помесь леопарда с мартышкой с огроменно длиннющим хвостом, был то всего две штуки. Первая вышла на Мегадрайве в девяносто пятом году, насколько я понял основана на первом мультсериале и была очень таким паршивым пазл платформером. Вам надо было довести до выхода туповатого слоненка, который идет автоматически по прямой. Препятствий он обходить не умеет, поэтому вам надо было решать как заставить его их обойти. Например, превратить свой длиннющий хвост в лесенку, чтобы он забрался на платформу. Проблемы в игре две, по крайней мере крупные проблемы. И они вместе просто хоронят игру на корнем. Во-первых, все уровни на таймере, то есть остановиться и подумать, чего делать вам не дадут. Да и сами уровни довольно длинные, даже чтобы просто пробежать из одного угла в другой, так сказать, на разведку. Или чтобы очистить уровень от врагов, которые тоже вам мешают. А потом вернуться за слоном далеко не всегда на это время хватит. То есть, по сути, игра представляется таким образом. Бежим вперед, запоминаем весь уровень, тратим жизнь, потому что времени уже не хватит, соображаем на ходу какой-то уровень проходить и, собственно, со второй попытки его проходим. А вторая, как раз проблема, которая из этого вырисовывается – три жизни никаких контов. По-моему, больше тут как-то и добавлять-то нечем. Короче, типичный евродженг. Хотя выглядит очень даже неплохо. Если хотите пазл-платформер на мегадрайве, лучше тех же потерянных мигингов запустите. Что приводит нас к сегодняшним экземплярам – Хубадвенча, которая вышла на всех актуальных платформах в 2021 году. Хуба – это фраза, которую постоянно выгрыгивает этот марсупилами, даже в Сеговской версии это было. Данная игра уже основана на бельгийском компьютерном мультсериале 2019 года, где уже три марсупилами было. Марсупила и ми. Однако, кроме анонса этого сериала, я ничего толком какой-то информации так и не нашел. Вполне возможно, что вот эта игра – это все, что от этой затеи осталось. Это, собственно, объясняет отсутствие сюжета и диалогов в игре. Марсу находит на пляже какую-то древнюю фигню. Оттуда вылетает злой дух и гипнотизирует обитателей острова. Все. Вперед из песни, наказывает злодея. Игра на этот раз представляет из себя обычный платформер с очень знаете ли сильным закосом в сторону Донки Конг Каунтри. Вы можете выбрать любого персонажа перед заходом на уровень, но они просто скины и разницы геймплейной между ними нет. Управление очень простое. Бегаем влево и вправо, есть кнопка прыжка, удара и шмяка об землю из прыжка. А с тем можно отскакивать, так же как от вражеских голов. Если быстро жмякать по кнопке удара во время бега, то можно покатиться, сшибая врагов. Из этого так же можно сделать более длинный прыжок. В асту так же нашлось еще применение. Им можно цепляться за крюки. На уровнях разбросано полно фруктов, а так же скрытых бонусов и коллектиблов. Кроме обычных уровней есть так же небольшие испытания на скорость и ловкость, есть бонусные уровни с кучей фруктов и жизней. И есть недобосбаттлы, в которых вы гоняетесь за злодеем, а уровень скроллится сам. В целом игрушка очень даже неплохая получилась. Управление простое, отзывчивое, приятное. Уровни не слишком длинные, надоедать не успевают. Платформинг предоставляет различные испытания, в уровнях полно секретиков. Разнообразия конечно немного, но оно есть. Тут вам и уровни просто на прохождение, есть автоскроллеры, есть испытания ловкости, или вот уровни с малым освещением немного разбавляют, а есть например покатушки на огромные черепа. Выглядит игра очень даже не дурно, уровни яркие, красочные, тропический сеттинг очень привлекает взгляд. Музыка тоже приятная, но как-то не запоминается. А из озвучки только периодическая хуба от главного героя или хихика не злодеев. Аналогия с Donkey Kong Country тут видна невооруженным взглядом. Начиная от способностей героя и его передвижения, и заканчивая туканами, которые местные заменители бочек. Ну или финалом каждого уровня, только вместо опять же бочки огромный фрукт. В каждом из уровней также есть набор коллектаблов, а после его прохождения открывается возможность испытать себя на время. Уровень сложности у игры довольно низкий, она явно рассчитана на детскую аудиторию. Тут даже есть легкий режим с бесконечными жизнями. Пожалуй, единственный реально сложный момент в игре был лишь в самом-самом финале. Да и то с должной реакцией и памятью проходит он быстро. Есть правда в игре и спорные вещи. Во-первых, она весьма и весьма короткая. Тут всего-то три острова, на каждом по 4-5 уровней, не считая всяких бонусов. А традиционных боссов, как я уже сказал, просто нет. Беготня за злодеем, конечно, смотрится неплохо и эффектно, даже отлично проверит ваши рефлексы и реакцию. Но все же как бы босс-баттлом, я бы это не назвал. Да, для любителей платформера и сбора всяких финтифлюшек, на уровнях игра определенно зайдет. Но если просто играть в игру, вы ее закончите за два часа, то и меньше. С одной стороны это плюс, не успеть надо есть, а с другой контента маловато будет. Правда, если проходить игру на все сто процентов, то может быть часиков на пять и хватит. Испытания в игре повторяются, некоторые уровни буквально один в один, что тоже можно записать в минус, особенно учитывая ее непродолжительность. Так-то игрушка хорошая, конечно, спору нет. Но 700 рублей, которые за нее просят, это явный перебор. И это только 700 рублей в стиме, на консолях-то гораздо больше заложных. Так что да, если хотите какой-нибудь красочный детский платформер в стиле Donkey Kong Country, то лучше, конечно, поиграть в Donkey Kong Country. Но если у вас, допустим, эмулятор в июне тянет, или наоборот, вся серия Donkey Kong Country на сто процентов пройдена и хочется чего-нибудь еще, то да, HUB Adventure может заполнить этот пробел. А на сегодня у меня все. Пишите в комментариях, что думаете об игре, рассказывайте о канале друзья. Если есть возможность и желание, поддержите канал. Ссылки найдете в описании. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч!